Среднение Игры Таталья Таталья Среднение Среднение Сколько это Среднение? Я умру Я слушаю Среднение Давайте начнем с простого Давайте А что заставляет чувствовать вас снять жизнь? Больно Какой прекрасный ответ Это Достоевский Не знаю Успех Фредди Мерквин День Молодой человек Бизнес-култ через дорогу О! В кастинге у проекта Медмитчукат Боль уже была Ну конечно Творчество В целом Если взять как категорию творчества Оно Живит даже на меня Ну это просто Ну так и творите Я два года не написал ни одной строчки Да гитару месяцами как-то играл Все очень просто Креативность Противопоставлена Продуктивность Вам просто нужен дедлайн Расскажите начать с понедельника Ну что с понедельника Скажем со среды Вечером В среду В гостях обеда Сон для лцауи Загослых людей Ну допустим Хорошо я вот Вечер среды Сразу набежит Тысячник Ни-ни-ни-ни-ни Не-не-ни-ни-ни ա Кушайте Слонов Скажем Бог в театре Квартиру Я не понимаю Как делать Да Просто Попробовать Давайте попробуем Вот Закройте Закройте Я помню, помню, как случить сердце, считайте, помню. Не-не-не, вот вы также к творчеству относитесь, вы для себя, а вы слушаете по мне. Прислушайте. Слышите? Это же аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Засыпает белым снегом леченым морем Искрыт от любопытных глаз следы Словно мачты старого большого корабля За окном фонарные столбы Самый белый, самый белый На вагоне снег Укрывает город от забот Спит, укрывшись белым пледом Словно червей Он как бы устал за целый год Баю, баю, засыпай Баю, баю, засыпай Этой ночью будет много странных дивных снов Закрывай глаза и досмотри Пусть тебе приснится зал Из тысячи цветов Засыпай, малыш, отстань Баю, баю, засыпай Баю, баю, засыпай Засыпай, баю, баю, засыпай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крепкая мужская дружба Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok And have a nice day, beautiful day Don't be afraid about this anyway Hey, hey, hey I wanna sing I wanna wish you my best birthday And happy birthday Have a nice day, beautiful day Don't be afraid about this anyway Hey, hey, hey I wanna sing I wanna wish you my best birthday And happy birthday I wanna wish you my best birthday And happy birthday And happy birthday Yeah, yeah, yeah I wanna sing 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 из этого строительного института меня смодулирует. — Слушай, а в каком-то виде оно у тебя, если ты так плодовито со всем этим работаешь, где этот весь материал, он в каком-то виде вообще есть, где послушать? — Слушай, ну вот это большая моя бол. По поводу плодовито, вот я еще раз говорю, в третий раз произношу слово «дедлайн», только когда есть конкретный срок, со мной это работает касательно всего. Если мне месяц назад позвонили и сказали, что мне нужно вести спектакль, я начну учить роль в Антракте. — Ну, короче, да, к сожалению или к счастью, но так у меня устроен мозг, поэтому по поводу плодовито у меня это может быть растянуто очень длительный срок, но как только появляется конкретная задача, под которую. У меня сразу же происходит включение всех ресурсов и это все. А на вторую часть вопроса — где это все? И, надеюсь, будет в записи после сегодняшнего вечера. — Хорошо, да, я просто к чему, что, дорогие друзья, у вас сегодня все, что вы услышите, ну, подавляющее количество того, что вы услышите, это эксклюзив. — Это точно. — Да, то есть это реально специально. — Я очень рад, что мой ящик стола, как, знаете, художник пишет стол, он наконец-то очистится, и туда можно будет… — Мой ящик стола настолько очистился, что там завелся лобком. — И Москва совсем похорошела, квартира у меня здесь недалеко, я не хочу отсюда уходить. — Слушай, вообще, да, сюрный вечер. Прекрасно. Так, слушай… — Посмотрите, вопрос. Не намекаешь ли ты на то, что, может быть, выпустить какой-нибудь LP? — Ну, у тебя уже на LP, да, потому что LP — long play. — Long play, а EP — это? — Edit, мне кажется, нет? — Edit. — Idiot. — Ах, уже идиот. — Идиот! Ах, уже идиот! Вот. Слушайте, мы… А что, олдскулы ни у кого там не сводят, мне кажется. — Простите, ребята. Всё время мы с Нёшей пересекаемся в проектах, но не так часто, но когда это происходит, сразу вот можно даже курилку не заносить. — Это точно, да. — Слушай, что касается вообще вот этой… Опять же, возвращаясь к тому, что всё не по плану. То есть я понимаю, что вот это вот… Как у нас это обычно бывает. На квартирнике сидит артист, и он говорит, ну, слушай, а вот что бы ты хотел сыграть? — Он говорит, колобка или что-то ещё. И поэтому я сейчас исполню арию из колобка. Вот. На уровне подготовки было совершенно понятно, что с Лёхой такой фокус вообще не пройдёт, это вообще не нужно. То есть здесь вообще нигде не сквозит никакой роли мечты, и человек вообще как бы пофиг на это. Отсюда два вопроса. — Давай. — Так. — Первое. Для тебя музыка или актёрство первичное? Как способ выражения? Ну, может быть, ещё пару дней назад я бы стал сомневаться, но сейчас я совершенно однозначно говорю, что это музыка. Точно совершенно музыка. От этого я отталкивался. В процессе эволюции своей собственной личности я дошёл до театрального института, и как следствие стала работать в театральных проектах. И вот эта часть моя, которая писала песни, которую я мечтала, вот, пусть в этом уютном подвальчике со всеми вами такими тёплыми и любимыми, но мне этого очень не хватало, и сейчас я понимаю, что это настолько важная часть для меня, что... Ну, чтоб ты понимал, я сбежал с прогона сегодня в театре, как бы, потому что здесь вот... Нет, конечно, безусловно, это тоже классно всё. — Но в музыкальном театре. — В музыкальном театре. В музыке и... да. — Опять же с этим вопрос связанный. Что есть такого для тебя? В музыке какие средства выражения, которых не достаёт в актёрской работе? Или это просто вопрос авторского материала? — Да, здесь скорее вопрос... Скорее вопрос авторского материала, потому что оно во мне вот такой занозой сидело, очень долго не могло выйти, и от этого я имел очень много, как мне кажется, сложностей в реализации, в том числе и на театральной сцене. Музыка. Я, конечно, по натуре скептик, скорее, и привык всё анализировать и подкреплять такой очень аналитической аргументацией, но мне хочется вот именно в этой сфере остаться на стороне такого обладета магии. Пусть это будет непостижимым чем-то, и потому что здесь больше подключается моя чувственная природа, когда мы говорим о музыке. Вот я просто хочу это чувствовать и интуитивно понимать, что это вот туда, а вот это что-то не очень. Мне поддавать, не подвергать это серьёзному анализу. Вот как-то так. — Про магию музыки. Я, учитывая нашу вчерашнюю подготовку, есть традиционный такой вопрос, когда вы общаетесь с людьми от музыки, но когда есть люди, исповедующие соционику всякую или другие гороскопские науки. Такие же фокусы по какому-то типированию работают с людьми музыкальными. И когда мы вчера сидели, я могу тебе не задавать этот вопрос, есть традиционный вопрос, «Битлз» или «Роллинг Столз», ты железобетонно отвечаешь «Битлз», но железно. Чё, нет? — Да. — Ну, очевидно, слушай, но... — Кстати, опять же, я не очень люблю «Битлз», как мне казалось, но я потом стал посмотреть песни, которые мне нравятся... — И выяснил, что это «Битлз». — Выяснил, что это «Битлз». Я просто слышал их в каверах, которые их перебивали. «Don't let me down» — офигенная песня. — Почему об эти «Битлз»? — Это «Битлз». — Ой. — «I cross the universe» — это классная же песня, это «Битлз». — Ах, блин. — Ну и таких... — Шазовые кавера, восхитительные. — Да-да-да. То есть, как бы, реально, да, я сначала... Ну, просто я к своему стыду до этого ассоциировал «Битлз» с вот этими заезженными из всех путюгов «Let It Be», «Yesterday» и «Hey Jude», а когда, если как-нибудь глубже, они придумали всю гармонию, которая используется... — Они придумали весь рок, и они придумали весь поп. Это первая рок-группа и первая поп-группа. Вот в втором, да, в традиционном формате. Просто про что этот вопрос, чтобы вы понимали, о чём речь? Когда мы спрашиваем «Битлз» или «Роллинг Стоунз», «Роллинг Стоунз» подразумевается, что для человека первично «Да», «Рок», «Да», «Битлз» — это всё-таки гармоническое какое-то высказывание, гармоническое, музыкальное. Не смысл, что они в гармонии там пребывают, а что ты решаешь задачу музыкальную не за счёт эпатажа. То есть «Роллинг Стоунз» — это типа лайфстайл, а «Битлз» — это творческое решение или музыкальное. Да, они сработают и без визуала. Но если этот вопрос для меня однозначен, то вот когда начинаю говорить про «Магическое», я не уверен, потому что второй традиционный вопрос с музыкантом — «Диперпл» и «Лэд Зепплин». И вот тут вот уже я заплываю, я не могу предсказать. Слушай, а я бы, во-первых, не противопоставлял бы их. Ну, слушай, это классический дихотомин. Я понимаю, но я пришёл в своё время к «Лэд Зепплин» через «Диперпл». Перефразирую. Вопрос, чтобы было понятно, о чём речь. Когда мы говорим «Диперпл» или «Лэд Зепплин», это типа академическая, отевропейская, то есть музыка, к которой ты пришёл, и тебя органом сверху накрыло, и хор поёт. И это всё вот наследие, да, и отсюда весь там вся тяжёлая музыка. «Диперпл» — это вот этот европейский каноничный масштаб. А «Лэд Зепплин» — это вот опять штанишки на уровне коленок, шаманизм, дохлые рыбы и всё вот это вот. И тем не менее «Диперпл». Объясню почему. Потому что раньше, чем я услышал песню «Child and Dime», которую папа ставил, поздно вечером, придя после работы… Покажем. Там же три нотки. Чтобы вы понимали, о чём речь. Ты знаешь, экспромт. Давай, экспромт. Ты нажимай нотки, я буду… Спасибо, спасибо. Я даже подберу этот тембр. У меня похожая модель клавиш была. «Функцион». Функцион. «Функцион». «Извисейсо, у них…» «Гену и тену». «О, газорган». Ну только вот эти, да? 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 А, вот так. Давай, туда нижнее. Да, да. И далёкие, и в детстве далёкие просторы космоса перед нами. «Свеча the time. И참 и тену, Идёш, иди в гости». «Дай, strong, we swim! «Гутин и бед!» «Синноллая, нэн». «Щэт о ньэн, «Жёте, лигат о вёлт». «Выдёш, улёт скринь». «Васослайг». «Две серверсрета нам, накиньте сюда». «И, пожалуй, слава Одуррикащет!» — И ты часами сидишь слушаешь... — Слушай, а я когда пытался... Я даже когда стал учиться играть на гитаре, я пытался снять соло гитарное. — А я и сказал, я бы лосом снимал соло. — Слушай, да я всё-таки за наших, хорошо. Всё-таки не шаманизм, а огромная Европа. — А сейчас, понимаешь, я сейчас буду жуткий про общественно-политическую ситуацию, но шаманы нам сейчас роднее, сам понимаешь. Надо диперпо слушать. Все, так сказать, властимущие люди слушают шаманов в основном сейчас. Правда, не африканских, и даже не иркутских, иркутские шаманы. А я предлагаю, раз уж так хорошо всё пошло, то попей. — Давай, попоём? — Что у нас там дальше? — А мы на самом деле, ребяшки, мы, учитывая, что мы вот так вот крыло сделали, мы можем нечаствовать. — А-а-а. — Хорошо. — Давайте. — Тогда, может, в качестве предыстории расскажу, что сейчас будет. — А давай мы сделаем и закроем, типа пусть угадает. — Это связано с большим именем в русской литературе. Ваша задача — подумать с каким. — Так, Анечка, помнишь, да, там у нас пометы скупера «Могучий ревер»? — Да. Добреое дело. — Так, с Субтитры создавал DimaTorzok 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 — Это «How we start»? — Нет, это «Бараной». — Вот в предыдущий раз, когда я сам про себя констатирую, вынырнул из такого творческого сумрака — это был выпускной экзамен петь. Я эту песню спел на экзамене по вокалу. Ну, как вы поняли, вокала здесь особого-то и не было, тут как бы больше концепция, но для меня настолько важно было закончить творческий вуз и не быть... — Не вернуться в строительный. — Это абсолютно точно ты сказал — не вернуться в строительный в смысле формата, потому что в ГИТИСе от вокалистов всегда ожидали не вокала, а вот покажи ты, про что ты живешь, как ты проживаешь обстоятельства этого героя, этого персонажа, там творческое твое «Я», то есть то, что ты что-то придумал и принес, я все время тащил туда какие-то придумки, и меня так таращило от самой придумки, что как бы у меня не хватало внимания на то, чему ты, собственно, учили. Мастерство артиста, арту актера — как ты проживаешь обстоятельства, как ты перевоплощаешься. А мне это было... Ну, комиссия вроде кивала мне так все. Ну, для меня это не столько было не ради оценки, сколько ради вот этой принципиальной своей задачи. Вот как, если хотите, выше упомянутого Федора Михайловича — «Фарь я дрожащий, я право имею». И вот там, если позволил иметь право, а Паша Штукин меня подыгрывал на реле за кулисами, то есть там нужно в определенный момент добавлять каких-то эффектов, поскольку никаких фут-свитчей приключателей у меня не было, Паша там провод шел за шторку черной и за черные шторки, и Паша там погибли в какой-то момент, где надо было сделать там... Паша был мой сюжет. — Гудвин стайл. — Это мой просто музыкальный ангел-хранитель. — Спасибо. — Вот с этим я заканчивал ГИТИС, кстати. Мы немножко по верхам идем. Я тут песню спел из периода своего творчества на Рдынке, из того джаза участвовали с ГИТИСом. Слушайте, прям какая-то творческая встреча с седого старейшего артиста Тьюза. — Слушай, а если мы вот говорим про вот эту вот музыкальность, про музыкальную какую-то задумку, про музыкальный способ выражения и противопоставляемого, да, там, другим видам творчества, в том числе актерскому, ну, хорошо, не противопоставляемый, типа дифференцируем. — Дифференцируем, хорошо. — Дифференцируем, детерминируем. — Да, кто не дифференцирует, тот Паскаль. — Спасибо. — Значит, какая история, можешь ли ты вспомнить в своей жизни, не обязательно в собственном исполнении, пример такого музыкального высказывания, которое нельзя было бы передать ничем другим. То есть, понимаешь, да, потому что произошло музыкальное чудо. — Да, я теперь понял, о чём я говорю. Во-первых, когда я уловил в тоненький укол о том, что я всё про себя любим, у вас здесь. — Ни в коем случае. — Это твой вечер! — Да, спасибо. — Слушай, но я понимаю, о чём ты говоришь. Это когда случился некий синтез, когда и музыка, и слова, и исполнение — всё как-то… — Не, не обязательно. Я про то, что вот тот эффект, который ты испытал на себе, желательно в качестве, да, воспринимающего в качестве слушателя, ты понимаешь, что ничем другим эту слезу или эту радость, или это вообще непонятное чувство было бы нельзя? — Слушай, ну я не боюсь в этом смысле показаться банальным, потому что наверняка таких примеров много, но сейчас я вот не вспомню самый, может быть, выдающийся, который меня шарахнул так, что я там отведел. Ну вот я помню почему-то сейчас песня Сергея Бабкина «Не уходи». Там просто что-то такое, вот настолько всё сошлось. Он, кстати, с самого Артёра по образованию, он драматический артист, естественно, автор, песен, исполнитель, и там как-то вот… Я помню, что я на репите слушал, и всё там у меня как-то вот… Ну такой пример. Конечно, если говорить о чём-то… Сейчас быстро пытаюсь репетить, если мы услуги ставить, разлучить вообще, господи. — Нет, ну слушай, это же не камера. — Серьёзно, Клоп ТБС, его портепианное произведение, меня просто шарахнули своей. Вообще, импрессионисты. — Короче, да, если ещё точнее, пример уникальности музыкального языка. То есть, понимаешь, мы можем написать «Hello» и по-русски, но… — Hello World, да? Ну все те, кто стал быть признан в мире великими, они уникальны и узнаваемы от Баха до речи Плэкба. Каждый уникален. Просто что конкретно попадает в меня, ты хочешь, наверное, спросить? — Нет, это не про репримую музыку. — Да, я понял. — Это просто… — Слушай, это по-другому нельзя было бы сделать. Да, но мы видим там, я не знаю, какой-нибудь банальный пример, The Wall какой-нибудь. Представить, что её исполнили бы как-то по-другому, ариозно как-нибудь. — При этом, вот опять же, в величии музыки, ты переаранжируй, переделай, пересобачь. Ты её не потеряешь, потому что есть музыкальное высказывание. — Да, да. Вот. Вот, пожалуйста, пример. — Ну, тут даже, как это был старый фильм про то, как во время Холодной войны отца главного героя держат в заложниках, так сказать, оппоненты, но и от нечего делать они с ним выпивают. А он говорит, я с вами американские собаки пить не буду. Он говорит, ну, забей тус. Поэтому, но… — Я положу этот вопрос, если у меня что-нибудь придёт в голову, я что-нибудь вспомню. — Отсюда следующая история, моя любимая, кто у нас посещает квартирники, я про это спрашиваю постоянно, вот концепция вот этих творческих долгов. — Так. Кому я задолжал уже? — Не-не-не, ну, такая история про то, что творческий рост мы фиксируем, ну, это моя такая теория, творческий рост мы фиксируем, когда возвращаем в мир то, что когда-то нас заставило или побудило, да, этим творчеством заниматься. То есть, вот, и когда ты начинаешь разговаривать с человеком, вдруг выясняется, что сколько бы лет не прошло, для него есть то самое первое впечатление, когда он впервые увидел группу Европы и сказал, батюшки, всё, я хочу быть в плащах с этими, с химией на голове и чтоб много света. Вот. Ну-ка. — Маме моей не понравится, она сейчас зависть здесь может. — Это... — Это... — Это... — В общем, это был «Олспринг», да? — В общем, да, это был «Олспринг». — И... — Гитарист по кличке Лапша. — Ну да, да! — Это случилось со мной в девятом классе, тогда... Как, знаете, в советское время папа привёз видеомагнитофон. Я просто... Это был мой девятый класс, это какой-то, ну, по-моему, девяносто девятый год. Ну, я жил на Дальнем Востоке тогда, поэтому в доме появился музыкальный центр — это тоже событие. До Дальнего Востока в 19-м году. И тогда начал слушать диски, и... Кто-то мне там... Я там что-то покупал, что-то типа вот, чтобы вы понимали. NSYNC, Britney Spears, Backstreet Boys. — Ну, потому что что в журнале «Кул»-то не говорили, то... — Это сестра моя читала «Кул». — Как-то вот косвенно, опосредованно. — Да, косвенно случайно заметил тогда, а потом понял. А что это за грубой «Олспринг»? А он как бы видит, какие диски я там выбираю? «Да не, вам не понравится». «Чего это мне понравилось? Ну-ка дайте-ка мне». Я взял сборник вот этих вот песен «Олспринга» и как-то всё. И с тем пор я понял, что есть ещё и другая музыка. Вот с этих ребят начался рок для меня. — Не было вот этого эффекта, что после всей импридности вставляешь этот диск, жмакаешь... Типа сначала страшно. а сначала страшно, а потом враге. — Олспринг. Клёво, клёво. Ха, ну, так что, не знаю. Ты такой, да... А теперь нам själv встречаются... Ардан Deep dé задумайся vara. Субтитры делал DimaTorzok 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 О, ребят, это очередная премьера, это не просто песня, которая была дописана, это песня, которая родилась вот здесь, неподалеку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Павел Крюпитер И Алексей Вакциноид Павел Крюпитер 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 саундтреком к его фильму, который он снял как режиссер, и я там даже некоторыми частями тела принял участие как актер. Нет, я снимался весь, но финальный монтаж, вошли кадры с рукой, что-то там где-то силуэты какие-то, ну, фильм классный. Он выйдет на цифровой платформе, я возьму еще обязательно себя в соцсетях. У меня кинями, брат, правда, я хочу, чтобы вы ему аплодировали. Я не знаю, прицел он сегодня или нет, но он на монтаже. Ну, естественно, он, вы еще услышите эту поэзию, я вас уверяю, Никита Карцев. Вот так вот, он меня, и, соответственно, я познакомился с этим стихотворением на Невстам, и вот до тех пор не слышал. И в итоге взял ее на экзамен, но эту историю я уже так рассказывал. Слушай, про поэзию. Вот мы тут с коллегами часто про это говорим. Когда я поступал во все эти журналистские очень нужные заведения, была такая установка, что, типа, творчество хорошо, но зачем, если есть потолок, в поэзии после Пушкина делать нечего? Ну, типа, как бы, вот, солнце поэзии, понимаешь? То есть, есть некомиссия, зачем там дергаться сейчас, да? На это накладывается специфика того, что сейчас появились чисто технически другие средства выражения, медийные, да? Больше средств донесения мыслей. Соответственно, где, на твой взгляд, место современной поэзии? Однозначно отвечу. Это, не знаю, насколько его корректно назвать, рэп, тип-хоп, вот эти вот. То, что делают ребята, такие как Нойс, как Оксибирон, скажем, кто там еще, Хаски. Ну, такие крутые ребята. Это же реально современная поэзия. Это не мой вывод, я присоединился к чему-то авторитетному мнению. В частности, Медрик вы как бы так считаете. Поэт в России больше, чем поэт. В России все поэты – рэп-артисты. Я только, мы сначально поняли, потому что у Чачи Иванова это было, в России все поэты – рок-артисты. Почему знамя вот этих вот жгущих глаголом перекочевало, на твой взгляд, от Шевчуков и Кинчевых? Почему оно перекочевало? Почему рок-музыка в этом смысле себя изжила? Почему она, как ты считаешь, перестала быть носителем острой мысли? Нет, почему она перестала быть поэзией? То есть теперь рок-музыка действительно не место для поэзии. Ну, очень интересный дебатированный, конечно, вопрос. Но действительно тенденция такова, что можно предположить по первому плану, скажем так, что ребята и рокеры тогда, и рэперы сейчас, они севают некий мейнстрим, как форму, да? Но при этом насыщают его действительно глубокими, проникающими вот сюда и сюда, и вот они сквозящими в том, что сейчас происходит, текстами. То есть они берут, севают удобного конька, но при этом едут на нём виртуозно. Вот так я хочу сказать. Кто из плеяды вот этих ортодоксальных классических дядек, портреты которых висят в школах, я имею в виду поэт, вот, мог бы сегодня быть, ну, не дабы, просто, но сегодня рэпером, слушай, да. Ну, понятно, что... Вот, я не знаю, насколько иллюстративно получилось с Мандельштамом, но, по-моему, не то, чтобы это прям рэп, но, как бы, да, господи, Пушкин, обязательно. Во-первых, если что, у него корни подходящие, естественно. Возвольт как дитя. Да. Для тебя... Взимашка, сел на дилет и я скучаю. Раунд. Слушай, для тебя вот три ключевых имени в поэзии. Вообще, не только в российском. Или сейчас уже снова приобретируюсь. Покажи. Слушай, я вот не про толерантные вот эти вот все штуки. Слушай, вспоминаю сейчас личность зоропедагога за рук в литературе, Андрей Ленич Ястребов, и благодаря ему, конечно, я очень... И я скажу вот так архаично и последовательно. Гаме, сам первый... А, это, наверное, Пушкин, когда приходил, он говорил, молодой человек, после Гамеров поездить, он делает милетик. Это первый какой-то. Я что-то спрашивал, после Симпсона, наверное, традиционно. Сейчас, погоди, Миш. Да, как Андрей Ленич говорил, что он про литературный памятник, ищите в первом европейском тексте, который до нас дошел. Конечно, комэр, конечно же. И он очень клёво, я просто офигел, как он противопоставлял архаичность и грузность повествования Ветхого Завета, и мелодичность, образность, насыщенность и гигзаметра, которым написан Ганер. И первый урок, который у нас был, он говорит, давайте сравнительный анализ, выучивайте страничку из Ветхого Завета и из Гляда что-нибудь любое, и вот. Поэтому я и Алексей Лысенко — это два человека, которые не сломались на репетиции «Халконосто». Потому что там всё типа гигзаметром, да. Да, да, да. Слушай, Глеб Алимович сегодня и кает, наверное. Второй? Второй? Это был второй. Может, первый был Пушкин? Пушкин, ну хорошо, Пушкин, Гомер и, как ни странно, Бруцкий. Вот так. Сейчас я бы ответил так, может быть, через какое-то время я... Дорогие друзья, послушайте «Овстрин», почитайте Бруцкого. «Поём? Поём? 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 Поём. А подскажите, Крис? Что-то мы закрываемся, да? Нет. Да, всё, как ты заказывал. Понимаешь, что прям вот красиво, понимаешь? Так, ну ладно, тогда пока она лежит. Мне нужна перестановочка. Под ваши аплодисменты, конечно же... Лёх, а вон, смотри, вон стоит. Шишнин плёс. Ладно. Эта песня... Вот, кстати... Ты теперь готова? Нет, Паш, ты свободен, Паш. Это Эдс. Как эта песня появилась сегодня в программе? Это не моя песня. Эта песня, к сожалению, мало известна в нашей стране музыканта, норвежеского происхождения, который очень клёво построил карьеру в Лос-Анджелесе, в Голливуде. У неё там были потрясающие контракты, но он от них отказался, насколько я знаю, в пользу семьи, потому что его жена не захотела уезжать и стать женой декаприста. И он вернулся в Норвегию, я не знаю, может быть, там какие-то другие причины были. Но это вот ответ на тот вопрос, который Миша задал. Что для тебя вот то, как нельзя было сделать по-другому? Я не представляю, как можно писать такие песни. Его зовут из латинца Джанли Бернгофт. Он норвежец, и он потрясающе мелодичный и красивый гармонии, которые для меня идеально сочетаются с каким-то таким популярным мелодичным творчеством, типа солдарин, но при этом имеет джазовую какую-то в себе основу. Я никогда вот так обычно на сцене не пел солд. Не на джемах, там, только где-то долго. Поэтому, а что вы не успеете? Репетраю ручек. Оу, тут у нас не перпал еще. Так, ну это в монтаж не пойдет, я надеюсь, да? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, извините, да, почему извините? Вот, кстати, мой психолог говорит мне, хватит извиняться вообще в смысле отношения к жизни, делать проекты и так далее. А вот давай мы как раз под завершение первого акта и заанонсируемся. Где тебя можно посмотреть? Вообще и в ближайшее время? В ближайшее время, 14-го числа апреля, будет в доме актера «Спектакль» по пьесе Шекспира. Она называется «Любовь. Музыка. Шекспир». Это продажники придумали. Вообще, изначально пьеса называется «Бесплодные усилия любви». В театре Намина я очень широко занят и в сказках, и в «Котах». И маленького предводителя команды «Чу». Я чую, блядь, на кухне, на лицах запаха. Яна, ты же тоже здесь, да? У меня есть официальная группа, благодаря Оле Сусловой и Яне. Как-то ей поблагодарить. И там регулярно обновляется моя афиша, поэтому… Вот сейчас, конечно, должен был появиться этот «джи-экранчик с QR-кодом». Но мы не потянули этот бюджет. Поэтому просто найдите «ВКонтакте», официальная группа Алексея Лосенко, там всё расписано на ближайший месяц и дальше. Что нового? Вот-вот новое? Совсем новое? Помимо песен, которые я тебе пишу, да? Да, это сегодняшнее. Слушай, в театре мы недавно сделали довольно любопытный проект «Ночь театров». Есть такое мероприятие в Москве, он проходит в конце марта. В этом году 200 лет Островскому Александру Николаевичу и Государственным театрам дали разнарядку, что-нибудь сделаете на тему Островского. Кто-то попури из пьес его делал, кто-то ставил какую-то пьесу конкретную, готовил премьеру. Мы сделали что-то такое на стыке кабаре, читки и рок-музыки. Вот это у нас случилось 27-го. И следующий раз будет 5-го мая на сцене театра «Намина». Мы там играем на живых инструментах с примочками. Играем персонажей талонные поклонники. Вот мы эту пьесу. И как-то все это немножечко хорошо, плюс банально, но перенесли в современность. Но получилось довольно симпатично. Это вот из самого нового. Что касается каких-то проектов, я вот сейчас немножко подзавил на кастинге, но вчера мне пришла рассылка в ТОД, который Дюшовский. Всем пришла. Ну вот, не знаю пока, в 20 числах будет кастинг, но, наверное, надо сходить. Вот как-то так. Я понял, мам, я тебя услышал. Я хожу в шапки, пока еще не переживаю. Я сегодня два раза уже покушал. Слушай... Рома знает, что я на массе сейчас, два раза головато, конечно. Слушай, а из такого... был ли какой-то проект, в котором сейчас не работаешь, или, может, проект этого нет, который вот прям... Дюх, который нужно было бы увидеть всем. Блин, да? Я сижу сейчас на месте, где этот проект, собственно, родился. Чтоず делал, и уложился, да? А, вот это видение, где-то... Я не энергию сыновья... Магажинчик ужасов, ребята, это One Love. С этого, в принципе, началась моя история в мюзикле. До этого я очень непосредованно к этому жанру имел отношение. И Ромка Графов на меня даже обиделся. Я не пошел на съемки его первого сезона. Голос просто сказал, «Ром, ты что, мы в магазинчик ужас вставим, у меня репетиции каждый день. Какие съемки голоса, ты что? Антон Преснов, режиссер. Леня Хожайнов там хореографию ставит. Я там, ты что? Я там круглыми сутками...» Это реально я... Ну, мы в короткие сроки все это делали, но реально вот это вот... Все, кто знает, что такое стейдж-энтертеймент, раньше или сейчас московский Бродвей, вся вот эта команда пришла, и вот так вот у нас тут просто, чтобы это получилось. Потому что сказали, если это делать, то это нужно делать по-настоящему, а не так, как вот. И мне кажется, что... Есть в зале те, кто видел магазинчик у нас? Скажите, кто это был круто? Причем есть разные... Мне никто говорит, что аутентичный, настоящий магазинчик был здесь, кто-то говорит, что был в МДМ, он расцвел. Я, конечно, да, поскольку это все вот здесь рождалось и здесь создавалось, мне эта площадка очень дорогая. воспоминаниями о магазинчике выроса. И наконец-то мне дали характерную роль, а перестали бы мне видеть героев, и я играл этого сварливого еврея, брадюса, мушника. Сыбур, что у тебя там происходит? Восстание, когда я пришел, когда еще был другой режиссер, я пел «Арию цветка». Я вообще не знал материала тогда. Мне выслали, я ту самую крутую что-то нашел. Классно же вот эта вот соль меня очень давно проявила. Поваренная, конечно. Скорей меня напои, сухие троски мои. Сойдет полке вода, но не хватит только льда, лед вреден мне для глаз. Ну вот и пролиант. Если, коротенечко, для тех, кто вдруг не видел, а даже и для тех, кто видел, почему это важно, почему это хорошо, почему это знаковая история, кроме каких-то твоих личных впечатлений, есть что-то объективное? Почему это важный, интересный? Ну, во-первых, в качестве хулиганства музыку написал Алан Мэнкен. Очень именитый чувак в мире мюзикла. Все диснеевские, самые крутейшие хиты. Русалочка. Аладдин. Аладдин, да, вот все вот эти штуки, это же его. И они, вот я забыл, к сожалению, фамилию либрадисты, с которого они просто пришли похулиганить. В 60-х, когда Голливуд был в одном из своих периодов расцвета, уже, конечно, так вот так, вот тогда у них, и штамповали дешевые хоррор-ужасы. Просто писали сценарий левой пяткой, а вечером уже отдавали в продакшн. И вот там был снят сценарий одного из такого вот чувака, который просто пачканый фильм про цветок, который прилетел из космоса, который, там, на сюжет, условно говоря, Фауста, искушения, властью и так далее. Вот он стал пожирать, там, сначала посетителей магазина, потом там что-то не весь Нью-Йорк. В общем, какая-то трешатина. И они взяли и написали на эту хитовейшую музыку просто. На вот этот сюрреалистичный, дурацкий сюжет. И этот мюзикл стал хитом в Америке. Как у нас вот сказка про Федота Стрельца. В каждом театральном кружке каждой школы любого региона страны ставят ее там, вправлять. Так у них там этот магазинчик ужасов просто вот так вот ушел в тираж. Но о нем практически ничего никто не слышал здесь. И вот, вот, я Николаю Завельевну, который когда-то там поплывал и притащил эту идею, я хочу его поставить здесь. Вот. Мне кажется, вот ответ на этот вопрос, если кратко, это очень классная, крутая, профессионально написанная музыка, реально хитовая. И вот этот вот ироничный, очень клевый сюжет, но при этом с правильным гуманистическим посылом. Как-то там, вот, пожалуйста, тщеславие. Профессиональное, цитата, это как это дело, конечно. Конечно. Профессиональное хулиганство, я так скажу. Да, да, это такое профессиональное хулиганство, и поэтому та атмосфера, которую пробовал и, мне кажется, успешно достигал режиссер Антон Плеснов. Игровое самочувствие в детстве, когда вы все немножко такие, в хорошем смысле, дурачки, дурные, наивные. Вот тогда это должно было сработать. И мало с каким-то материалом у нас в стране вот такой подход. Попробуйте «Преступление и наказание» рок-от-рот. Ну давайте детское какое-то игровое самочувствие найдем здесь. Там, наоборот, из тебя жилы. А здесь не нужно от этого жилы рвать, вот это драматическое. Они есть, но они плюшевые. Да, да, да. Гровь, кишки в разные стороны, и цветок поет. Боритуда. Калычанка, привет. Привет, Шкин, поем. А, ну вот как раз вылилку, да? Да нет, как раз давайте по программе поем. А, это песня, как Оля Суслова сказала, с которой она... Оля Суслова — это директоров театра, если что. Она меня убила. Это было на фестивале, который у Тюбина это организовывают. Сегодня все хочет убить. Я же в магазинчике ужасов, ну естественно. Вот. Это ария Атоса, но из немецкого мюзикла-трибушкитера. Энгель aus Christa называется она в оригинале. Но поскольку немецкий в нашей семье учил только папа, поэтому я позволил себе вольности перевел... Взял подстрочник, который был, он не очень был удобный. Я его начал по себя подминать, подминать, и в итоге сделал свою версию полностью. Перевел. Вот. «Ангел из стекла». Невеста графа Беллефер, только из немецкого мюзикла. Воспоминания заброшенных дней, они с обрядом не похожи, как и мысли на ней. И куда живем, исчезну, день за днем гляжу. Я вдаль ее глаза, я снова вижу. Прекрасно, как хрусталь. Мой мир растержит, как живу, что скажи. Что любовь в рожде без боя все сдала рубежи. Забыть ее не в силах, я пытался дальше жить. Каждый взгляд и каждый жест напоминают о любви, что мог дарить. Мой ангел из стекла, разбившись тысячью осколков в мое сердце пронзил. Мой ангел из стекла, отравлен я на месте дух во мраке против один. Кто из нас, двоих, страдания виной? Крустальный ангел мой. Я не прощаю, она солгала. Сердцу ближе горечь правды, чем сладость вранья. Лишь одно меня тревожит, как бороться мне с судьбой. Не листаться в воле рота, как крустальный ангел мой. Неотвратимо, настал день суда. И небо лишние ее крылья тебе навсегда. И острием осколки режут сердце мне изнутри. Беспощадные виденья истязают меня даже в ночи. Мой ангел из стекла, разбившись тысячью осколков в мое сердце пронзил. Мой ангел из стекла, отравлен я на месте дух во мраке против один. Кто из нас двоих страданий виной? Крустальный ангел мой. Ангел мой, ты была одной на свете, Но теперь я забыл свой в ответе. День за днем грустно сердце нести. Ангел мой, ты меня отпусти. Мой ангел из стекла, Ты мне срывала звезды с неба, пока не зажгла. Мой ангел из стекла, Скажи мне, Господи, как эти пухи сбежать? У всех ли ангелов такая судьба? Мой ангел из стекла, Мой ангел из стекла, Мой ангел из стекла, Мой ангел из стекла. В этом году я в Стром Бульвару невероятное солнце было. И еще этот стакан рейтана, И я тяну, этот блоки не знаю, что это было. Простите, цветной это рядом софт-чаткой? Ну да, 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 не важно. Просто, чтобы вы понимали, Это все трагновение. Понимаете, у меня сразу же строчка за строчкой Вот это слово, которое я два года не могу подобрать. Другой, иной такой, Как плохой, так плохой слово. Ну это слово, не важно. Мне это просто говорили, что это самое главное в жизни художника, поймать трагновение. А вот эти все ваши рамки, дедуайны и вот это. То есть вы написали эти книги? Я написал штук восемь, дедуайны. Ну, собственно, очевидно, в рамках логатурных партий. Ну да, 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 не важно. А в рамках логатурных партий. В рамках логатурных партий. Одна из которых вы написали. Она так называется, «Висной». Даже данная солнечная гора. Воспоминаниями нельзя согреться, если стрельбит, там уже не бьется сердце. Хороших есть ли нам, может быть, другие. Остави лето позади. Я осень проведу пути. Я зимний холод пережду. Весной тебя найду. На берегу другого океана, где ветер впереди, луны и раны. Оставлю лучшие сны до весны. И снова стрельбит нам, Зальется сердце. А мысли керлове Станцуют с керца. В объятия замучены. В течение. Остави лето позади. 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 Жигал лето позади. Оставь лето позади. Я знаю, наперед. Все так произойдет, ну а пока иду, я сной тебя найду. Я сной тебя найду, я сной тебя найду. Очень эффектно. Скажите, а вот этот ваш друг, гитарист Павел, он сейчас знает у кого-нибудь. Вы знаете, у меня еще крупная форма есть. Я тут в себе амбиции композитора почувствую, и я пишу на очень серьезный сюжет. Это будет мюзикл. Я пока еще не знаю, не уверен над названием. Доктор Фокс, доктор Бокс, доктор Мокс, может быть, я не знаю. Преступник пошел кумертый, Преступник пошел кумертый, Но от меня еще никто не убегал. Преступник пошел кумертый, Я уже давно по всем окрестностям и спорта, С лицами преступника кресток и перезаслон. Преступник пошел кумертый, Преступник пошел кумертый, Но от меня еще я не убегал. Я уже давно по всем окрестностям и спорта, С лицами преступника в листовке разослон. Преступник пошел кумертый. Что у нас из «Завтра» стропа? А, вот по поводу этой песни я не могу сказать, потому что её я написал... — Вчера? — Да нет, нет. Это как раз не из вчерашних и не из сегодняшних. Не знаю, я не буду оригинально сказав, что, как правило, какие-то крупные события личного плана они сподвигают на написание подобных песен, по крайней мере. И эта песня была написана в возрасте моём двадцати, наверное, пяти лет. Практически без изменений дожила до сегодняшних дней, за исключением грамматических каких-то штук, потому что уже 25 лет на английском, судя по тому тексту, я говорил очень плохо. Да. Сейчас, я надеюсь, сделала все это лучше. — Жень, Жень, успехи. — Мне нужно... А, вот здесь. — Второй купленный, первый. — Где мой 25? — Где мой 25? Субтитры сделал DimaTorzok 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 I know I'll find a way to live without your love And I'm being strong DimaTorzok I know I'll find a way to live without your love It makes me stronger Stronger than I used to be Stronger than I used to be Nothing wrong with you and me Stronger than I used to be Broken blood of you and me Stronger than I used to be Stronger than I used to be See you by the way to live without your love настоящий. Слушай, учитывая, что у нас сегодня уже второй трек в нерусском языке, был перевод с немецкого, условно. Слушай, ты чувствуешь какую-то вот эту национальную, этническую ментальность в музыке? Ну, то есть, смотри, я про что хочу сказать, что несколько людей после немецкого мюзикла у Чопенка сказали, типа, вот Лысенко, блин, вау, нифига себе, вот это да, вот это. То есть, и сейчас вот в рамках подготовки фестиваля мюзикла я осознал, что, простите, что французские мюзиклы какая-то вата. Ну вот, они какие-то все равно прет оттуда какая-то. То есть, у англичан сразу вот как-то, понимаешь, видно, что люди прям выделываются. Все равно это корни какого-то сюсюкаирующего шансона, в который доворачивают какие-то ходы, какую-то модуляцию, чтобы хоть как-то разогнать песню. В ней как будто бы нет энергии. Оно все, вот понимаешь, цветочками пукать. Вот. А если у тебя... Ну, я сюда же утверждаю, что типа, вот, рок надо типа на английском петь. Ну, есть, конечно, аутентичные жанры, скажем так. И, ну, так же говорили, что мюзикл возможен только... Да-да, все к этому, да? Ну да, это такой тоже дебатируемый момент, можно спорить, можно приводить в контраргументы, но возвращаясь к твоему вопросу, насколько я понял изначальную его корневую часть, фонетика и лексика, она, конечно, определяет звучание, потому что любой вокалист... Сколько их сегодня занят? Рома, кроме тебя есть еще? Я не могу. Подтвердить, что на английском языке петь проще. Как-то, ну, именно вот с... Фонетически. Фонетически, да. На русском иногда приходится... Особенно с некоторыми поэтами-песенниками, да? В мюзиклах сталкиваешься, что приходится там сталкиваться. Ну, как бы это уже вопрос, наверное, в пристроях, но мне кажется, что, действительно, язык, он обладает самостоятельным ритмом, помимо музыки. И он, конечно, диктует какие-то штучки... Не-не, вопрос был немножко про другое. Хорошо. А чувствуешь ли ты в музыке вот эту ментальность? Можешь сказать, что, ну, вот прям я... Вот типовые французы, типовые британцы, типовые британцы... И исходя из этого, есть ли какая-то вот эта музыкальная ментальность... Это я возвращаюсь к немецкому концерту. Который тебе кажется наиболее близкой, в который ты наиболее вот звучишь, наиболее звякаешь. Слушай, ну вот я попробовал на себе арии из «Трёх мушкетёров» как раз. Это был Атос и Ришелье. Я вот на фестивале с ним выступал. И там я столкнулся с другой темой лингвистической стороны. Очень сложно из немецкого сценографического вот этого текста подстраивать русский. Там была сложность. Длиннющие строки с этим... О, Леттритр Иштейн, престе травлеюст на Вейден, Альферты дожден уберут... Это вот нужно было... Это я сейчас не на немецком языке... Вот, а... Вот, кстати, по поводу мюзиклов я не заметил прям какой-то вот, что там прям была какая-то этника немецкая. Там какой-то был взят скорее роковый жанр, и роковый мелодизм использовался в качестве носителя. Вот, и на него просто накладывался фонетический немецкий язык. То есть там какой-то... О, вот это точно немецкий язык. Скорее, типичная рок-опера. Вот то, что я слышал. Во Франции, во французских вещах, там есть что-то такое... Характерный для них мелодизм какой-то, может быть, французской школы, композиторской. И это Gottes Али. Это творится. Это истор Mm-X-ぁ- confirmed. Он был виноватом миние. И, какой-то хороший онкай и тровольный дот, Стройлем, Морей, Додезир, Невышных и уния. Невышных артистов онем им. Ласкультура виноват Рим. Там, где рамд и бурят. nerка, транскрельных, полициях миллиона. Верни. О, вот это, да! Да! Я я не могу. У меня есть версия. Типичная дворовая французская музыка. Не берем во внимание квинтовый круг, я мелко веду мелодическую составу, я еще ровно тоже сидит образованный, я сумничка. Вот, ответил ли я на этот вопрос или выкрутился? Я не знаю, да, нет, это для вас. И как бы это ни странно звучало, но поем. Маловато песен, да? Маловато. Ой, ребята, тут тоже надо небольшой дисплеймер ввести. Рова, кстати, это вот та самая, помнишь? Я, в принципе, все, у меня это просто классический Алексей на любом вечере с гитарой. Я, в принципе, у меня классика. Понятно, я тебя ничем не удивился. Радио Алексей. Так вот, песня, в которой не было припева, я как-то Ромке его показал, я говорю, а давай что-то придумаем. Я там что-то стал наигрывать, и мы сочинили с ним припев и обещали друг другу ее записать. Как-то, ну ладно. Обещанного ждут. А дисплеймер касался вот чего. Эту песню я написал уже в следующем. Если вот это «Live without your love», предыдущая была там 25 лет, то это уже, наверное, лет 28. Тоже, естественно, про расставание, про навык. Вот. Но жизнь преподносит разные обстоятельства, и сейчас, в 2023 году появился третий куплет. То есть она жила себе спокойно, коротенькая, и была себе самодостаточная, но мне этого не хватило на данном этапе. Отделаем теперь, она… Ну ладно, да. Да. Ну ладно, да. Да, да. С тобой весь мир казался совершенным, Не хотелось быть навечно твоим пленом, Это плевинка, когда мы просто были рядом, И медленно таяла под твоим взглядом, И я принадлежал тебе без остатка, Поезд наконечный, пересадка, И я бреду один по пустому перрону, Красные огни в темном тоннеле тонут, И я тону в своих воспоминаниях О долгих летних ночах наших свиданиях, Через сколько всего нам пришлось пройти, Чтобы понять однажды, нам не по пути. Ты помнишь, хотя, наверное, уже забыла, А мне кажется, что все это вчера было, Когда мы встретились случайно в том непохожем, На одной улице, в том непохожем. И как всегда теряем мы друг друга, Проходят дни, но жизнь идет по кругу, Не измени себе остаться самим собой. Твой номер стер давно из телефонной книги, Но не стереть из памяти от капитода блики, На твоей нежной кожи в ту ночь, Добавить мысли прочь. Когда смеялась ты, я улыбался, Когда грустил развеять грусть старался, Мы вместе строили наши мечты. Видимо, пришло время сжигать мосты, Что остается после расставания? Собирать по осколкам мироздания и рим. Я приду один по пустым улицам, Архитектура параллельна к линии узрится, Смотреть в прошлое вольно, а будущее страшно. И в настоящее горит домиком бумажным, Звучит пронзительным мысль, как соло на трубе, Моя судьба теперь не принадлежит тебе. И, как всегда, теряем мы друг друга. Проходят дни, но жизнь идет по кругу, Не измени себе остаться самим собой. Время сквозить сквозь пальцы, не делятся недели, А я застрял, как сейнер в альтар своих сомнений, И списанных страницей после чертовяков, Истопленные мили бессмысленных шагов, Когда без сожалений у меня вместо кофе утром, И я как в старый плед печаль свою закутан, Мне голос свой противен, я лучший брат лох, Но как набраться сил и просто сделать вдох, Как трудно сделать шаг по грузам этой ножи, Стереть воспоминания, как об асфальт подошка, Но я приду прямо в горячичном бреду, И поздно или рано я сам к себе приду. И как всегда теряем мы друг друга, Проходят дни, но жизнь не идёт по кругу, Не измени себе остаться самим собой, Не измени себе остаться самим собой, Стереть воспоминания, как об асфальт подошка, Много такой какой-то грузящей лирики, наверное, да, сегодня, Но в этом я, потому что... Ничего страшного, мы разбавим это грузящими разговорами. Давай. Так, слушайте, ну вот пример, да, Интимного высказывания в творчестве, Мне кажется, которое прям даже и комментарий тут не нужен, Возвращаясь к вопросу возможности высказываться, Через музыку. В нашей небольшой драм-части Прозвучал фрагмент мюзикла «Нокс», Который мы здесь играли, Недавно представлены на фестивале мюзикла, Конечно же, должны прозвучать Имена Маруси Бережной и Югоря Паплова. И перевозили вас. И, да, для того, кто не смотрел, У нас прекрасное совершенно действо. Вот большая форма. А что, может, реально есть желание в большой форме работать? Или... Или... Давай даже так. Даже если не хочется это делать самостоятельно. Нет, я знаю, что хочется, Потому что на репетиции, Когда остается свободный фрагмент времени, Леша начинает изобретать тут же рок-оперу. Это культовая рок-опера, Про звукорежиссера и буфетчицу. Я был свидетелем нескольких таких опусах. То есть там материалы на рок-оперу есть. Но по-другому. Тебе, наверное, как зрителю, Ну, или, может быть, как автору, Вот большую форму мюзикла и рок-оперу По какому произведению хотелось бы? Ну, слушай, ну... Есть у меня... У меня есть не то чтобы произведение, Произведение я пока ищу, Но у меня есть очень ярое желание Сделать мюзикл, главной игрой которого бы был музыкантом, гитаристом. Естественно, это что такое рок, И там эти перипетии, поиски себя, пути, Игра в каких-то клубах, Ну, мечта о большой сцене. То есть такая вот... Ну, должна быть очень не банальная история, Которая еще не была сказана. И, по-моему, последнее, на чем я остановился, Это у Дэвида Митчелла. Я сейчас не помню название его романа. Он у меня в закладках. Это как раз про 60-е, И про то, как ребята себя ищут. Группы там, музыканты. Биография отдельного там по чуть-чуть описана. И они в итоге собираются в группу, И там какие-то интересные перипетии случаются. Вот на эту тему мне бы интересно было бы написать. Потому что, во-первых, ну, камон-рок. Я понимаю, что уже есть ренд, Уже есть школа рока там и так далее. Полно всего. Но вот у меня почему-то прям какими-то инсайтами Видятся прям куски мизансцен, Где обязательно проблема связанная с веществами у этого чувака. Он через это должен пройти. Обязательно там... Все-таки кастинг Матвичука. Все-таки кастинг Матвичука. Обязательно какие-то личные у него там должны быть Очень сложные отношения с его... И все это он пытается как бы выразить... И обязательно вот этот чувак, с которым встречается на перекрестке... Это классическая история. Кто не в курсе, это классическая история про интерпретацию продажи души. Но не скрипачами, а рокеры обычно... Парк два гитариста там, по-моему, да? Нет, это такая уже фольклорная история, что гитарист продает свою душу на перекрестке. Это Южные Штаты, да, ты выходишь на перекресток, потому что ночью на перекрестке можно встретить дьявола. Вот, соответственно, обычно все истории, в которых добавлены мистический элемент, они дьявола в Южноамериканских Штатах встречают на перекрестках ночью. Ну, не знаю по поводу места действия, но, конечно, это что-то такое британское должно быть, потому что мне вот... Там музыка мне понятнее, я как-то вот русский рок стал слушать уже гораздо позднее, чем я уже освоил гитару. То есть первые мои... Меня очень сильно не любили во дворе, потому что... «О, ты играешь на гитаре? Сыграй что-нибудь!» И я там и начинал типа... Мне ждали от меня, наверное, от Сою, а я... «So, lady, been wondering, will you be there to take my place» Лё, подожди, а я... «So, lady...» Я вообще, я терпеть не мог в юности эти все песни. И им говорят, «Играешь на гитаре? Ну, сыграй что-нибудь!» И я, допустим, что-нибудь им играл, какую-нибудь пьесу инструментальную. «А петь когда будешь?» Дальше в этом самом, дальше как в том старинном номере из кабинета, повторяю вопрос, кто ещё умеет играть на гитаре? Я, в итоге, да, отдавал гитару какому-нибудь другому чуваку, который делал всё это. «Терранс...» Мы как-то... Ты помнишь, был такой... культовый фестиваль, один из первых... «Груцийский», конечно! «Гру...» не, «Груцийский! «Рок инлайн...» Это в Перми, по-моему... Ну, короче, в какие-то незапамятные времена я ездил у нас с коллективом, с которым играли такой легкий хард-рок, это вот продолжение того, о чем ты говоришь, про дворовую, про специфику дворовой культуры. Ну, а там такой стандартный набор гитара, бас, барабан и вакант. И все вот лирично-легкое такое. Но там все было очень круто сорганизовано, и трансфер, гостиница, все по-взрослому. Но целую маршрутку давали на участников фестиваля. И с нами были какие-то ребята из каких-то сибирских краев, но они вот такие, типа... Мелодик Медл, все черные такие. Как кисти, да? Ну да, как это я забыл, Алексей Лайк? Не помню. Ну, вот Children of the Bode все такие были. Ты слышал, что сейчас я наиграл? Про Children of the Bode? Вот я тебе, я тебе знаю. И у них там две гитары, там какие-то клавиши, еще что-то. И мы вместе едем в маршрутке, они все в этом, в мейке. Вот они смотрят, ребята, у вас что, не полный состав? Они говорят, нет, нас четверо. И чувак, вот как из музыки металл по капельсу. И едет такой... Наверное, очень скучная музыка. Здесь тоже самое. То есть пацаны такие... Длинный сетап был, но панчи что надо, да. Абсолютно точно так же, да. Вот с этой скучной музыкой я и ходил неприкайный, пока не поступил на страта джаза училища уже здесь. Давай еще что-нибудь из скучного. Скучного. По поем. Идем, хорошо, давай. Подъем, подъем со мной. Редкий случай, когда песня была написана не в фазе расставания ни с кем. Ну и как бы по характеру она... Так, это нам не нужно. Сейчас фотограф и оператор обрадуется. Ладно, без предисловий потом, если что, расскажу про эту песню. Солнце свет, разливаясь в небе. Нам привет ждет который день, грустных нет. Я открою двери нас с тобой, но мы ждет рассвет. Пойдем со мной за горизонт. Солнце свет, разливаясь в небе. Дай нам новые мечты. Дай нам новые мечты. В тех краях, где я раньше не забыл. Счастье есть, знаем я и ты. Пойдем со мной за горизонт. И нас тут все равно, а потом он рисует в рот. Пойдем со мной за горизонт. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Глухой период. Как я уже сказал, очень люблю фантастику. Люци Синья пробовал, очень интересный дядька. Математик, по-моему, по образованию и пишет такие крутые штуки. Из твердого еще «Ложная слепота» меня прям банула. Классный штуку. Дэвида Митчелла очень люблю. Он много чего его читал. Вот, кстати, по поводу произведений, которые насчет мюзикла нет, но я уверен, что когда-нибудь по «Тысячам осени» якобы Дезута снимут какой-нибудь сериал очень крутой, зрелищный. Мы про Японию не сказали ничего. Я ж Японию обожаю! И у Дэвида Митчелла есть прекрасный исторический роман «Тысяча осени» якобы Дезута про период, когда батария была колонией голландцев в Японии. Это вот торговые отношения, которые только-то были налажены. И там, естественно, очень красивая любовная линия между этим Яковом и… забыл, как его зовут… Миота, по-моему. Короче, если кто-то любит хорошие художественные, но с исторической достоверностью романы, вот это прям рекомендацион Дэвида Митчелла «Тысяча осени» якобы Дезута. Ну, это я давно уже читал. А из того, что сейчас… Не поверишь, вот… «Психологический научпоп». Вот. «Тело помнит всё» Бессела. «Синдром человеческого магнетизма» Розенберга. Страшное название. Мишка, я сейчас сам не понял про что. Я-то где-то в процессе… Короче говоря, если так вот… Все мы делимся на патологических нарциссов и созависимых. Половина из вас созависимы. Это не по мне, это по Розенбергу, если я правильно понимаю. И как с этим жить, он пока не утверждает. Ну, в смысле, я объясняю. И, надеюсь, дочитаю, и тогда к следующей нашей встрече я расскажу, как из этой ужасной ситуации выйти. Я не видел, потому что там… Ну, на самом деле, за софитами вас не видно. Я показал, что это… Я ж люблю Японию. И ряд людей такие в зале «Аниме!» И тот же я скажу «А, нет, не показалось». Часть этой музыки – «О!» Нет, не человек бензопилажный. Не атака титанов. Ну, какие-то штуки я смотрел. «Призрак до смеха». Не то, чтобы я прям погружался. Слушай, это уже фактически как книжки по психологии эти звери. Это уже совсем ортодоксальные. «Галактический экспрессор шел 66». Блин, вот это все одно. Зато я езжу на «Тойоте» «Вилл Сайфа». У меня «Сайфа» в смысле? На общем, это фантастика? Нет, там «PPH» – «Cyberphighton» – «Киберколяска». Те, кто не видел, я бы допустил. Слушай, а ты говоришь, нет темы для мюзиклов. Просто «Киберколяска». «Вилл Сайфа». «Вилл Сайфа». — Слушай, нет у нас ничего в музыкальном театре по японской теме? — Сейчас тебе скажу. «Тетрадь смерти» — она даже была в концертной версии в «НДЛ». — В «Лесновке» тоже ставил. — Нет, ну так-то там и в этом самом... в «ЛДМе» там и «Алмазные кресницы» есть, я прям, в общем, серьёзно. — А это всё так, по верхам, да, ребята? Чтобы серьёзно ты имеешь в виду, чтобы какую-то... взять фольклорную историческую какую-то историю, «Сёгун» поставить, да? — Ну, «Сёгун», «Кицун» эти сплошные бегают там. — «Сёгун». — Слушай, ну ты так... да. — Я задумался, понимаешь? — Нет, ну, у меня классно было бы какие-то этнические штуки, потому что... ну, почему это нужно делать здесь? Может быть, поехать в Японию и попробовать им там предложить? — Там нас ждут, я думаю. — Мне кажется, у них там дефицит идей. — Нет, они просто устали. «Катюшу ты». — «Где же мы теряем корни?» — «Надо стать их шаманом». — «Ребята, ребята, не смотрите на запад, смотрите внутрь, в корни, восток». — И вот это вот. — На «Вил Сайпа». — «Вил Сайпа». — Слушайте, а у меня есть задатки? Потому что всем известно, что для того, чтобы мюзикл стал успешным, там должны быть хуки, вот эти вот цепляющие. он уже народ подпевает. — Это, на самом деле, это похоже на саундтрек к старому «Бэтмена» сериалу. — Ну, все вы великие компиляторы, я тоже где-то что-то подслышал. — А почему? Давай мы это явим и споем. — Давай. — Споем? — Пожалуйста, возвращайся. — Оу! Это козырь в рукаве, можно так сказать. Не знаю, почему я на эту песню сделал такие ставки. Это вот из того, что родилось буквально вот тоже на днях. Ну, не скажу, что вчера, но вчера дописывалось уже, да, потому что... И что тут еще скажешь? Ну, послушайте просто, не знаю. Если больше двух человек скажут, что готовы скачать на Яндекс или какой-то другой платформе, которая у нас еще доступна, там, Вакамьюзик, наверное, то вот клетвенно обещаю, что пойду в студию и запишу ее, и выложу. Вот это вот. На что я себя обрекаю? Песня называется «Дожди». Такой мелкий с неба каплями, уже на асфальте пятнами, и мелодия о пятнами в голове звучит. Прошусь на волю и случай, только подобрать созвучие, и тоска моя колючая сразу замолчит. Глупоко дышит, в голове кишит, все, о чем болит, напиши. Мир строкой горит, он теперь открыт, тайну что хранит, расскажи. «Дожди». Знаю я, все впереди, пылые печали размоют дожди. Этот путь надо пройти, пусть с каждым с вами звучит мой неизменный мотив. Этот ветер мне знаком, увы, он гулял по берегам и вы. Он принес с собою мои сны новую весну. Глупоко дышит, в голове кишит, все, о чем болит, напиши. Мир строкой горит, он теперь открыт, тайну что хранит, расскажи. «Дожди». Корабли падают, что ли капитанам всегда снится дом. Только мне снятся моря, синий простор на закате безкрайний. Знаю я, все впереди, пылые печали размоют дожди. Этот путь надо пройти, пусть с каждым с вами звучит мой неизменный мотив. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет? Слова-то я не заметил, как говорят. Слова. Слова в одном моменте правда не заметил, да. Кстати, вчерашняя редакция, сегодняшнюю её не распечатали, поэтому там случился стук. Закрывайте глаза. Ну как, воображение помогло? Представим. Слушайте, ну... В воображении всё получилось довольно неплохо. Пришли люди, так было как-то тепло. Болтались, смеялись. Чуть имполизировали тогда. Ну, я не знаю. Не уверен, что это получится. Может быть, воображаемые зрители плохо хлопают? Ну... Ну что-то я почувствую. Почему бы не реально, что получится? Может быть, воображаемые зрители плохо хлопают? Воображаемый аккомпаниатор плохо аккомпанирует? Да нет. Они всё многое восходят. Может, идущий... Идущий, кстати, был вообще огонь. Я, как бывший идущий свадьб, могу сказать, что... Ну, тогда с вас пять тысяч. Подождите, это что, всё? Что ещё? Ну, подождите, вы прочувствовали обычно головиноптерапию? Там что-то... С чем вы завершаетесь, Алексей, этот сеанс? Нет, ну если у вас есть деньги, то... Давайте, ну... Что вы почувствовали? Ну, конечно, есть. Почувствовал. Ну, знаете, что-то такое весеннее, какое-то такое... мгновение, что ли, не знаю, может быть. Ветер. 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 А над землёй кружат ветра потерь Ветра потерь раздают обид и зла Им нет числа, им нет числа, сквозят из семи ночевей Сердце людей, срывая дверь с плетей Кружат одежды и внушая страны Кружат ветра, кружат ветра Сотни лет и тень и ночь вращаются В карусе земля Сотни лет, все ветры Возвращаются на круги своя Но есть на свете ветер перемен Он прилетит, прогнав ветра и в сне Развеет он, когда придёт пора Ветра разду Обид ветра Сотни лет и тень и ночь вращаются Возвращаются Карусель земля Сотни лет, все ветры Возвращаются Возвращаются На круги своя Завтра Возвращаются Завтра Возвращаются Завтра в прошлом взамен Он придет, он будет добрый, ласковый Ветер перемен Завтра ветер переменится Завтра в прошлом взамен Он придет, он будет добрый, ласковый Ветер переменится Он придет, он будет добрый, ласковый Ветер переменится Ветер переменится Ветер переменятся Ветер переменится Я хочу припоследовать Суслова эту с собой, где-то ей не лечить, да, из нее всего бы и этого, конечно, не было. У нас сегодня у нас Луки, Александра Таиловна, от нас Тун. Спасибо. 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 И у нас сегодняшняя девушка, Даня Леонидовна, и у нас снова с вами, Ольга Монако. Спасибо. Спасибо. У нас оператор, я и Лиза Порзунова. Спасибо большое. Спасибо. 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 Вы хотите чего-то из того, что еще не звучало или из того, что уже прозвучало сегодня? Новое. Новое. Ну, конечно, Заватя песни пишет, давай сейчас за пять минут напиши. Слушайте, а давайте вот прям вот пошаги. Давайте мне тему, сейчас не пейся, но четыре строчки мы заритмуем и на горло я прохожу. Просто покажу, как это делается, если хотите. Давайте. Только, пожалуйста, это, слушайте, у квартета есть такая фрамилия называется? Человек русский приезжает в Японию. Ребята, вы не знаете вообще, кто вы. Я вам сейчас покажу, кто вы. И проектизм. Русский гуру в Японии. Русский гуру в Японии. Хорошо. Так, давайте. Это японский вояж. asseн. Утри, бать, тыишь ты, ты скажешь. Конечно же ты. В маске ты дышишь. Подберем. Ну, да, не changуешь. Двие, яжблёль, яжблёльно,�хида снирую. Делать липотет, д 125. Звук «Катами» — «Биона» пошла, я слышал, японский. Теперь с текстом надо поработать. «Я приехал, я приехал на восток...» Давайте быстро... И опять Ян Хилл, он опять на «Весок». «Я на мосток, вечный как в часах песок...» Четыре строчки — и всё, песня готова. Что должен сказать? «Расскажу, как вам всем жить...» «Я приехал на восток...» «Вечный как в часах песок...» «Расскажу я...» «Расскажу вам всем...» «Я приехал на восток...» «Вечный как в часах песок...» «Расскажу, как всем вам жить...» «Я приехал на восток...» «Вечный как в часах песок...» — Приверно так и было. — Увидимся, и мы увидели, как сегодня проводилась больше половины программы. — Так, а если то, что мы не пели, чего там еще? Там, по-моему, одна вещь всего. — Джон Майер. — Джон Мэйер, да. Кстати говоря, огромный респект этому чуваку, потому что он для меня стал тоже такой знаковой верой в освоении гитары. То есть, когда я увидел первый раз его концерт живой, с этой встречи билиф начал свой знакомство. — Лёд, Лёд, не одну тысячу километров он был нашим саундтрекером. — Это точно. Блин, был прав. — Так, а мы же тогда эту споём. «Vultures». Она просто поживее. — Как скажешь? — Ну тут же глупо уже против. — Локенрольная? — «Road 66». — Да, она, собственно, была... — Хорошее кино, кстати, да? — Да. — Кино прикольное. — Зарок кинролли? — Зарок кинролли думает, да? — Рома, вы твоё шайе снаху? — Да. — Давай. — Давай телефон. — ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо.